В этом году Ивановский район отмечает свой 90-й день рождения. В нашем сюжете расскажем о Новоталицах. Поселение крупным не только по меркам муниципалитета, но и в масштабах всей страны. На Новоталицах проживает более 10 тысяч человек. На территории поселения располагаются две школы с дошкольными группами, два сада, два дома культуры, библиотеки. Благодаря участию в федеральных программах за последние годы здесь реализованы крупные проекты. Выполнено благоустройство центральной площади Новоталиц имени Константина Рупасова. Построены новые дома по программе переселения граждан из ветхого жилья. Капитально отремонтирован спортивный зал в Михалевской и Новоталицкой школе. Благодаря этому образовательное учреждение получило полноценную базу для трех уроков физкультуры в неделю и проведения дополнительных занятий. Современные молодежь, современные дети, очень требовательны к эстетической составляющей тех условий, в которых они занимаются физической культурой. Поэтому мы старались, чтобы было вот это контрастное сочетание цветов, яркий дизайн, оформление стен, чтобы оно как-то несло в себе определенную динамику. Предприятие Дипос – важное звено экономики не только новоталицкого поселения, но и всего региона. Буквально недавно здесь ввели в эксплуатацию новый цех запустили современную линию для производства и обрамления сварных решеток. И это далеко не предел развития и разрастания в Иванском районе крупного металлоцентра. Перспектив достаточно много. Наконец-то вот в 90-летие района, надо сказать, что те мощности тепличного тоже когда-то был гордостью Ивановского района, но, к сожалению, исчез. Но вот есть очень много крупных инвестиционных проектов, которые точно будут реализованы, потому что одним из них занимается как раз Верхневолжский сервисный металлоцентр, а сил у них хватит. Это достаточно крупный производство. То есть мы надеемся, что еще лучше и качественнее будет жить в новоталицком сельском поселении. Еще одна визитная карточка поселения – военно-исторический фестиваль Кречи. Клуб Мономах располагается на базе новоталицкой школы. На Кречи всегда положительный отклик, поскольку это единственное мероприятие, которое позиционирует Ивановскую область, так скажем, с точки зрения реконструкторства. Потому что реконструкторское движение у нас, конечно, развито, достаточно. У нас несколько клубов в Ивановской области, но фестиваль пока только один. Перечислить все достопримечательности территории и заслуги ее жителей просто невозможно. Но рассказ однозначно будет неполным без упоминания всего лишь одной семьи – Цветаевых. В деревянном доме жили три поколения семьи великого поэта Марины Цветаевой. Сегодня это музей, куда любят приезжать потомки этого рода, литературоведы и историки. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.